Вот написано Джулио Дегани, вот прямо написано вот это вот авторское клеймо. Авторское клеймо, скрыто от глаз, свидетельствует скрипку, сделали Венеции. Инструмент побывал на выставке в Турине, и вот сегодня он в Омске. В руках артистки симфонического оркестра Гуар Айрапетян. Сейчас у него звук, вот я играла, такой более глубокий, я бы сказала, что матовый, вот. Но со временем, когда она разыграется, то есть когда на ней будет постоянно кто-то играть, то он раскроется, он станет очень масштабным. Вот это отличие итальянских скрипок, то что они могут звуком своим, один маленький инструмент может покрывать огромные залы. Антикварная скрипка отличается не только особым тембром, чистым и проникновенным, но и формой. Опытный глаз музыкантов отмечает более изогнутый силуэт. А еще особый лак, которым покрыто изделие. В Омск скрипку привезли из Франции. Главный перист международного конкурса купили у реставратора-коллекционера, эксперта музыкальных инструментов Сержа Бойе. То, что груз особо ценный, согласились даже таможенники. На таможне тоже уже нас знают, еще запомнили с прошлого раза, как мы волновались за температурный режим, за то, где эта скрипка будет находиться, пока будут готовиться документы для растаможки. И приготовили в этот раз помещение с той температурой, с которой нужно, которая закрывалась, это помещение, и надежно охранялась. Вместе со скрипкой в Омск приехал и спецприз – смычок французского мастера. За него также будут бороться скрипачи младшего и старшего возраста. Светлана Урванцева, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Спасибо. Светлана Урванцева, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Спасибо. Спасибо. Спасибо.